Итак, дорогие дамы и господа, продолжаем массаж ног. Теперь мы массируем ног спереди. Многие говорят, что, например, волен спереди не надо массировать, типа тут одна кость, но на самом деле надо. Тут есть и мякость тоже. И начинаем, как всегда, мы с растирания. Стрение обходим очень хорошо и тепло. Колено, только не саму чашечку, а вокруг нее, вокруг коленного сустава, продольные движения, ретенообразные такие движения. И нам надо еще разогреть, как следует, партняжная мышца. Она крепится вот здесь под коленом, идет по спирали и крепится к бедру, вот с этой стороны. Поэтому наше движение как раз вот такое вот. Будет практически все ее обрабатывать. Но еще добавлю, что вот мы переложили подушку именно под колени. Так наиболее больше расслабление идет в бедрах и в мышцах пресса. Живот не держит в итоге ноги. Максимальная релаксация. Вот, чтобы хорошенько проработать эту партнерную мышцу. Кстати, вам вопрос на засыпку. Какая мышца самая большая в организме, самая длинная. Она самая партнерная. Вот, упираемся в стол рукой и отсюда всем движением корпуса растяем. Для того, чтобы она горела. Можно добавить кулачок. Но опять же, смотрите, если масла мало, то можно побольше. Нормально. Хорошо. Возвращаемся обратно к стопе и идем вот таким гуськом, как я говорил, вот такой прищепкой, обоими руками по очереди от бедренной большой бедренной косточки, отделяя мясо больше, больше, больше. Там, где крепятся мышцы бедра, вот эту зону обрабатываем. Женщина, женщина, это особенно важно. Тут идут, как она так называет, любовно, уши, провисание мощностей, поэтому все движения наши идут снизу вверх. Галифы. Галифы обычно с этой стороны. Вот. Как бы такое получается даже у нас скульптурирующий массаж, формообразующий. И действительно, после первого сеанса даже люди встают и видят, что у них ноги стали стройнее. А если вы используете не масло, ингибитор жира, например, в работе, то даже можно почувствовать, что объем бедер, объем колен, за один только сеанс уменьшился на сантиметр, на полтора, на двадцать сантиметров, даже может уменьшиться. Представляете? И после этого приема, естественно, человек, вверх, откачиваем ее. Человек тоже может убежать в туалет, это нормально. Так, талья, разворачиваем стопу вот сюда, открывая вот эту сторону икры, и ее отдельно прорабатываем, может достаточно жестко, любыми нашими приемами. Как вы видите, это был и шестеренки, и кулачок просто, и вот тут идет комбаловидная мышца, вот ее можно захватить, вот она выпирает таким валиком. С собой установка валика, ставим пальчики и вытягиваем медленно, это такой фасциальный ребалансинг называется, вытягиваем медленно вверх. Далее, от этой косточки отделяем большим пальцем, потому что такими вот прожатиями. И переходим к более серьезной глубокой работе, уже с бедренными мышцами. Оттягиваем все эти мышцы от чашечки, чашечку не касаемся, а тут идем вверх. И дальше, в общем-то, все те же наши стандартные приемы, которые мы делали с той стороны ноги, когда обрабатывали ее сзади. Вот, достаточно глубоко проработали. И на этом наш первый сет работы массажа ноги спереди будет закончен. Во втором сете мы продолжим еще кое-что интересненькое узнаем. Не отключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...